МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К весне 1942 года основные тяготы военной экономики Советского Союза несли на себе женщины. В промышленности их работало уже более трех пятых от общего числа занятых, и это число непрерывно увеличивалось. Женщины использовались на самых тяжелых работах в качестве машинистов и кузнецов, на дорожных работах, на лесоповалах, не говоря уже о таких профессиях, как токарь, слесарь, грузчик или электросварщик. Это нечеловеческие усилия, запредельные. И когда мы думаем о нашей победе, нельзя не вспомнить о том, что она была достигнута в том числе и самоотверженным трудом женщин, ценой значительного генетического истощения, которое мы ощущаем до сих пор. 15 апреля Совнарком издал постановление о принудительном привлечении женщин к работам даже при наличии нескольких детей. Советские наркомы определились, что четырехлетний ребенок может оставаться на попечении десятилетнего, а их мама вполне выдержит 12-часовой рабочий день или 14-часовой на заводе. Все для победы. Но ощущение привычной горечи приходит, когда думаешь о непосильном труде и о жизненных соках, выпитых войной из наших бабушек и матерей. Эскадра японского флота, вошедшая в Индийский океан в последний день марта, имела своей целью атаку острова Цейлон, где находились британские базы, и уничтожение английского флота в восточной части океана. Командовал ударным японским соединением герой Пёрл-Харбора, вице-адмирал Тюити Нагума. 5 апреля японские палубные бомбардировщики атаковали город и порт Коломбо. В этот же день самолеты с японских авианосцев потопили два тяжелых английских крейсера. Основные силы восточного флота Великобритании вынуждены были уйти в порты Восточной Африки. 9 апреля японские летчики потопили авианосец ГРМЕС, два танкера и два сторожевых корабля. В эти же дни в Бенганском заливе англичане потеряли 23 транспортных судна. Судоходство вокруг полуострова Индостан было прервано. Но японцы не воспользовались своими успехами у берегов Цейлона и Индии. Ударное соединение Нагума вернулось в Японию для подготовки к операциям в центральной части Тихого океана. Сегодня со всей очевидностью можно сказать, что уход флота из Индийского океана был стратегической ошибкой японского верховного командования. На полуострове Батаан, Филиппины, заканчивалось сопротивление американских войск. 9 апреля полуостров был полностью захвачен японской пехотой. Уцелевшие американские части продолжали обороняться на острове крепости Карихидор. Это была героическая самоотверженная оборона, в которой при безнадежности общего положения американский солдат показал свою стойкость и твердость. Главнокомандующий немецкими войсками в Средиземноморье фельдмаршал Альберт Кессельвинг организовал челночные бомбардировки острова Мальта. В апреле эта британская база-крепость была фактически парализована. Если бы не нерешительность итальянского командования, Мальта в апреле могла бы быть захвачена странами оси. Весенняя распутица почти на всем советско-германском фронте приостановила активные действия. Под Вязьмой закончилось сопротивление окруженной части 33-й армии. Командующий армией генерал Михаил Ефремов, будучи тяжело раненым, покончил с собой. Это был один из талантливых, перспективных советских генералов. Немцы похоронили Ефремова с воинскими почестями. Вермахту дорогой ценой удалось пробить узкий коридор в районе села Рамушево к окруженной Демянской почти 100-тысячной группировке. Бои там шли упорные, но Советский Северо-Западный фронт не имел надлежащих сил и средств, чтобы разгромить окруженные немецкие дивизии. Но успешный для вермахта итог спасения Демянской группировки сыграет отрицательную роль в будущей битве под Сталинградом. После многих неудачных попыток наступать на Западном фронте в условиях распутицы и нехватки войск, Сталин подписал приказ о переходе войск западного направления к обороне. В самом начале апреля закончилась эвакуация из Советского Союза в Иран польской армии генерала Владислава Андерса. Армия ушла в очень напряженный момент, когда любое войсковое соединение очень бы пригодилось на Советско-германском фронте. В дальнейшем армия Андерса прошла надлежащую подготовку Палестине и очень хорошо показала себя в боях в Италии, особенно в районе Монте-Кассино. Андерс ушел из Советского Союза, потому что не принимал большевизм и не хотел, чтобы польская армия на своих штыках принесла большевизм на родину. Даже время не примирило непримиримых. Андерс умер в эмиграции в Лондоне в 1970 году. 6 апреля нарком военно-морского флота адмирал Николай Кузнецов прислал на Балтийский флот директиву об усилении противовоздушной обороны кораблей. В распоряжение командующего флотом Трибуца передавался еще один авиационный истребительный полк. Дело было в том, что Люфтваффе провели 4 и 5 апреля массированные налеты на Кронштадтскую гавани корабли. Германское командование по-прежнему стремилось уничтожить Балтийский флот, чьи подводные лодки после вскрытия Финского залива будут угрожать перевозкам шведского сырья и транспортным рейсам между Финляндией и Германией. В штабе Люфтваффе запланировали операцию «Айсштос» – ледовый удар. Самые крупные налеты состоялись в 20-х числах апреля. Но противовоздушная оборона флота и летчики-истребители достойно отразили воздушные атаки, хотя поверхность моря вокруг кораблей буквально закипала. К примеру, рядом с крейсером «Киров» упали и взорвались более 80 бомб. Для окруженного Ленинграда операция «Айсштос» обернулась с гибелью нескольких сотен жителей. Дело было в том, что часть кораблей Балтийского флота, особенно подводные лодки, стояли в самом городе, прижимаясь к знаменитым Ленинградским набережным. И вместо палуб кораблей немало вражеских бомб упали на жилые кварталы, сия смерть и разрушение. На Северном фронте советский летчик-истребитель лейтенант Алексей Хлобыстов совершил уникальный подвиг. В одном воздушном бою таранными ударами уничтожил два немецких бомбардировщика, сумев после двух таранов благополучно приземлиться на своем аэродроме. К концу апреля 1942 года продовольственное положение Ленинграда существенно улучшилось. Это было результатом напряженной работы дороги жизни, ледовой трассы, проложенной через Ладожское озеро. Но наступала весна, ладожский лед стал таять, появились многочисленные промоины, полыньи, и движение автотранспорта через Ладогу стало сопряжено с очень серьезной опасностью. Шоферы автомашин, которые шли по трассе, большую часть времени держали дверцы кабин открытыми. Это делалось для того, чтобы в случае, если машина будет уходить под лед, можно было успеть выпрыгнуть. К концу апреля движение по дороге жизни практически прекратилось. Теперь все надежды были связаны с летней навигацией и с ладожской военной флотилией. В апреле 1942 года по-прежнему обыденной, уже привычной чертой блокадного бытия оставались артиллерийские обстрелы, которые не прекращались ни на один день. Пожалуй, наибольшим вниманием Ставки в апреле пользовался Крымский фронт. Ему было адресовано большое количество директив, указаний и приказов. В качестве представителя Ставки в Керчи находился начальник главного политического управления Красной армии Лев Мехлис. Но, несмотря на все предпосылки, усиление фронта танками, артиллерией и авиацией, прорвать оборону 11-й немецкой армии на Керченском полуострове не удавалось. Мехлис походя расстреливал без всякого суда нерадивых, по его мнению, офицеров, вносил нервозность в работу штаба Крымского фронта, потоком писал по ночам доносы. После одного из них с должности был снят начальник штаба фронта генерал-майор Федор Толбухин. Слава богу, что сняли не под трибунал. Толбухин считал, что Крымский фронт должен быть готов не только к наступлению, но и создать эшелонированные оборонительные позиции на случай неудачи наступательных действий. Мехлис обвинил Толбухина в паникерстве, выдвинув неотразимый аргумент, что товарищ Сталин приказал Крымскому фронту наступать. Американский президент Рузвельт направил послание премьер-министру Великобритании, в котором писал о требовании народов открыть второй фронт в Европе. «Ваши и мои люди требуют, – писал Рузвельт, – открытие фронта, чтобы ослабить давление на русских. И эти люди достаточно благоразумны, чтобы понимать, что сегодня русские убивают немцев больше и уничтожают больше боевой техники, чем мы с вами вместе взятые». 14 апреля 1942 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль ужинал с двумя американскими гостями. Ими были доверенное лицо президента Соединенных Штатов Гарри Гопкинс и председатель Объединенного англо-американского комитета начальников штабов генерал Джордж Маршалл. Маршалл был убежденным сторонником высадки союзников в Европе и твердо придерживался принципа сначала разгромить Германию. На ужине с Черчиллем американцы начали разговор о Втором фронте и Черчилль согласился с ними, что самым действительным способом помощи Советской России была бы высадка союзников в Северной Франции. Но, добавил Черчилль, первостепенными проблемами для Великобритании сейчас являются первое – оборона Индии и Австралии от наступления японских войск и сражений в Северной Африке, потому что от него зависит влияние Великобритании на Ближнем Востоке. Выслушав Черчилля, Гарри Гопкин сказал – каждая страна сражается за свои собственные интересы. Так оно и было на самом деле. Великобритания предпочитала тогда второстепенные фронты, потому что там находились сферы английского влияния. Не русских же солдат жалеть. Их и на всю войну хватит. 4 апреля Гитлер подписал директиву номер 41 о наступлении вермахта на Южном фронте в направлении Воронежа и на Северный Кавказ. Глава неоккупированной Франции маршал Петен назначил премьер-министром прогермански настроенного Пьера Лаваля. Рейхстаг наделил Гитлера по его требованию верховными чрезвычайными полномочиями. Альберт Шпейр создал Германии Совет вооружений и центрального планирования военных заказов. Кроме гитлеровских министров в Совет вошли крупнейшие немецкие промышленные магнаты и финансисты. На Крайнем Севере, в Мурманске, в невероятно трудных условиях разгружались транспортные суда конвоев, доставлявших в Советский Союз военную технику и материалы. Конвои приходили редко. Экипажи транспортных советских, английских и американских судов прилагали героические усилия, чтобы запланированные по программе «Лент Лиза» по Ставке доходили до фронтов в России. Мурманский порт находился под постоянными ударами вражеской авиации. За первые 9 дней апреля на американском судне «Ваха», стоявшем в порту, 156 раз объявлялась воздушная тревога, состоялись 48 налетов люфтваффе. Как при этом жил и работал Мурманский порт, и представить себе невозможно. Одним из самых неудачных решений Сталинской Ставки в апреле 42-го года был приказ о расформировании Волховского фронта и передачи его армии в подчинение командующего Ленинградским фронтам. В Ленинград был тогда назначен генерал Леонид Говоров, хорошо показавшийся в период битвы за Москву. Но руководить бывшими армией Волховского фронта, находясь в полностью окруженном городе, было затеей явно неудачной. Приказ о расформировании Волховского фронта связывался с секретным постановлением Политбюро, написанным лично Сталиным, о работе товарища Ворошилова. В тексте постановления говорилось, что товарищу Ворошилову было предложено взять на себя командование Волховским фронтом, но он отказался, заявив, что этот фронт является трудным, и он не хочет проваливаться на этом деле. В резюме постановления говорилось, первое, признать, что товарищ Ворошилов не оправдал себя в порученной ему на фронте работе. Второе, направить товарища Ворошилова на тыловую военную работу. Это не помешало Ворошилову после войны стать дважды Героем Советского Союза, а некоторым историкам до сих пор числить его по разряду выдающихся полководцев. Королевская бомбардировочная авиация массированным налетом на германский город Росток почти полностью разрушила его. Около трех тысяч жителей погибли под развалинами. Германия, которая весной 42-го года вела войну против самых мощных мировых держав, как ни странно, все еще не перевела свою экономику на военные рельсы. Доля военной продукции в общем вале германской промышленности составляла всего лишь 26%. Никакого тотального управления немецкой экономикой не существовало. В начале руководство Третьего рейха полагало, что победа придет за счет умения планировать и вести войны, но после больших зимних потерь на полях сражений в России в Германии поняли, что без реорганизации военной экономики невозможно достичь каких-либо целей в мировой войне. Реформированием военного производства энергично занялся новый рейхсминистр боеприпасов и вооружений. Альберт Шпеер стал рейхсминистром вооружения Третьего рейха в возрасте 37 лет. По образованию профессии архитектор, автор проекта новой рейхсканцелярии, создатель планов по строительству нового Берлина, близкий друг Гитлера, Шпеер сумел наладить устойчивую систему военного производства в Германии, в основу которого он положил централизованное управление заводами и фабриками. Несмотря на массированные бомбардировки и поражения на фронтах, Альберту Шпееру удавалось непрерывно наращивать объемы производства танков, самолетов, орудий и боеприпасов вплоть до конца 1944 года. В морской войне в Средиземном море 14 апреля погибла британская подводная лодка «Обхолдер». В 24 успешных боевых походах «Обхолдер» под командованием капитана-лейтенанта Дэвида Ванклина потопил германские и итальянские суда общим водоизмещением 97 тысяч тонн, уничтожил один эсминец и три подводных лодки. Блестящие достижения для Средиземного моря, очень неудобного для подводной войны. Из 25-го боевого похода британская подводная лодка «Обхолдер» не вернулась. 18 апреля на столице Японии Токио появились самолеты. Вражеским бомбардировщикам вроде бы взяться было неоткуда. Территория островной Японии находилась вне досягаемости авиационных баз союзников. И поначалу казалось, что так низко над Токио могли лететь только свои японские самолеты. Через несколько секунд на город посыпались бомбы и развеялись иллюзии о безопасности японской митрополии. Этот налет вошел в историю как рейд Дулитва. Подполковник Джеймс Дулитв ввел за собой эскадрилью бомбардировщиков Б-25. Их погрузили на авианосец «Хорнет» и в 600 милях от Токио двухмоторные бомбардировщики поднялись в небо. Вернуться на авианосец они не могли, потому что по своим размерам Б-25 не годились для посадки на палубу. Все 16 самолетов должны были приземлиться на аэродромах Китая. Но недостаток горючего привел к тому, что все самолеты потерпели катастрофу при посадках. Один из них залетел даже в советское приморье. Рейд Дулитва, как и налеты на Берлин под руководством полковника Преображенского, имел главным образом психологическое и пропагандистское значение. Но по чистой случайности американским летчикам удалось поджечь замаскированное хранилище нефтепродуктов и даже повредить авиационный завод. Нефть и бензин горели несколько дней. Черный дым и гарь поднимались в небе над Токио, напоминая, что ужас войны может прийти и на японскую землю. Многие летчики, участники рейда, в том числе и сам Джеймс Дулиттл, сумели в дальнейшем пробраться к своим в Китае и Индии. Но восемь американских пилотов попали в японский плен, и четверо из них были казнены. Япония активно использовала рейд Дулиттла в пропагандистской кампании. Америка объявлялась ответственной за варварские методы ведения войны. О варварстве собственном в Японии предпочитали молчать. Более семи месяцев красноармейцы обороняли маленький плацдарм на левом берегу Невы на северо-западной окраине московской Дубровки. Плацдарм, который вошел в военную историю под названием Невский пятачок. На этом маленьком клочке земли, в прямом смысле слова, насквозь пропитанном кровью, погибло огромное количество наших воинов. По некоторым оценкам, на каждый квадратный метр территории плацдарма приходилось от 12 до 15 погибших. На жертвенный алтарь Невского пятачка были положены жизни десятков, а может быть и сотен тысяч бойцов и командиров Красной армии. Отечественные и зарубежные историки разнятся в своих оценках суммарных потерь на Невском пятачке, но цифры колеблются от 65 до 400 тысяч жизней. В апреле 1942 года на Неве начался ледоход, и героические защитники Невского пятачка оказались напрочь отрезанными от своих. В этих тяжелейших условиях только что назначенный командующим группой армии Ленинградского фронта Леонид Александрович Говоров принял трудное волевое решение – прекратить оборону плацдарма. К этому времени на пятачке оставалось менее 400 человек – бойцов и командиров 330-го стрелкового полка. Последним, кто спасся из защитников пятачка, был начальник штаба полка раненый майор Соколов, который с последним донесением чудом сумел перебраться к своим на противоположный берег Невы. Но на этом драматическая и героическая история Невского пятачка не закончилась. О новом зигзаге в его судьбе мы расскажем в последующих сериях. После зимних боев карта Советско-Германского фронта приобрела очень причудливый нелинейный вид. Вся она была испещрена клиньями. Эта Красная Армия, продвигаясь мимо хорошо подготовленных вермахтом к обороне городов и опорных пунктов, создала для себя исключительно невыгодную конфигурацию фронта. Выдвинутые клинья надо было оборонять, но в условиях наступавшей весны это делать было нелегко. С другой стороны, выдвинутые клинья можно считать плацдармом для будущих наступательных операций. Один из выступов находился в районе Изюма, откуда можно было наступать на Харьков и Полтаву. И командование Юго-Западного фронта, маршал Тимошенко и член военного совета Хрущев, очень хотело отличиться, освободив Северную Украину. После острых дискуссий Сталин поддержал Тимошенко, и наступление на Харьков стало реальностью. Никто тогда в Ставке не знал, что именно на юго-западном направлении Вермахт готовит свое самое крупное наступление 1942 года. Напрашивался переход к стратегической обороне, но лихой маршал Тимошенко уже имел около 1200 танков и рвался наступать. Удерживать его не стали, потому что и Сталин считал, что в обороне Красная Армия в значительно большей степени являет все свои слабости, чем в наступлении. Был еще один значимый фактор. К сожалению, в апреле 1942 года германская разведка значительно больше знала о советских планах, чем советская разведка о намерениях Вермахта. К тому же маршал Тимошенко не только энергично защищал свои наступательные планы, но и обещал обязательное их исполнение. Его словесная активность импонировала Сталину, и Верховный запретил кому-либо вмешиваться в действия и планы Юго-Западного фронта. Муссолини после поражения вермахта в России утратил значительную часть своего природного оптимизма. Немецкие командующие Кесселин и Роммель в Средиземноморье действовали, игнорируя итальянский генеральный штаб. Идучи, накопил немало обид. Гитлер почувствовал пораженческие настроения своего союзника и друга, и 29 апреля инициировал в Зальцбурге встречу с Муссолини. Сначала фюрер убеждал итальянских гостей, что положение Германии прекрасно, и даже поделился тайнами предстоящего наступления на Востоке, после которого российская нефть будет захвачена, и державые оси полетят к победе, как по рельсам. Зять Муссолини и министр иностранных дел граф Чиана с тонкой иронией записал в дневнике. Гитлер говорит и говорит, а Муссолини страдает. Он привык говорить сам, а тут приходится почти все время молчать и слушать. А Гитлер не пропустил ни одного вопроса. Он говорил о войне и мире, религии и философии, искусстве и истории, о ремесле плести корзины и древних изваяниях из камня. Немцы – несчастные люди, замечает Чиана. Должны слушать это каждый день. Как бы ни докучал Гитлер Дуччи своими речами, но шесть свежих итальянских дивизий Муссолини согласился отправить на Восточный фронт. Евдоким Евдокимович Русаков воевал всего один день. На реке Миус его рота пошла в разведку боем, и немецкий пулеметчик тремя пулями ранил 18-летнего Евдокима. В голову, в грудь и в ногу, раздробив колено. Этот день, 20 апреля 1942 года, сначала уложил Евдокима Русакова на госпитальную койку, где молодой солдат пролежал в неподвижности с непереносимой головной болью весь 1942 год, а затем навсегда сделал Евдокима Евдокимовича инвалидом. И Русаков благодарил Бога, что выжил, жил в деревне неподалеку от Боровичей, умел открыть глаза в воде, безошибочно указывая место для будущего колодца, писал стихи, напечатал четыре книги, но больше всего на свете не любил вспоминать тот апрельский день года 1942-го. Субтитры создавал DimaTorzok